Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Президент Латвийской Ассоциации Торговцев Хенрик Данюсевич у нас в студии Давно бы у нас не были Много вопросов накопилось Наверное, такой первый, о котором я так понимаю Вы, о котором давно говорили И били тревогу, это вопрос кассовых аппаратов Теперь уже и госконтроль признал, что Постоянные изменения Замены этих аппаратов Концепции нет, ничего нет Как бы вы это все прокомментировали? Во-первых, добрый день Прокомментировать очень просто Наверное, надо объяснить людям Что политику делают в нашей стране Соответствующие министры И вопрос про кассовые аппараты Это больше не вопрос службы госдоходов А вопрос министерства финансов И надо сказать, что Прошлый министр финансов Дан Райзнец-Узол Не особо хотел этим заниматься В свою очередь был план борьбы С теневой экономикой И там как галочку поставили Давайте поставим новые требования к кассовым аппаратам Почему они такие жесткие, дорогие? На это сложно ответить Мы обращались в КНАП с просьбой Чтобы он посмотрел, в чем дело Почему такие высокие затраты и узкий рынок Но КНАП не хотел этим заниматься Он послал письмо службе госдоходов С вопросом Вы кто-то получили выгоду от этого? Конечно, служба госдоходов ответила, что нет Мы обратились в Европейскую комиссию Европейская комиссия сказала, что да Затраты, наверное, слишком большие Но вы должны четко посчитать, какие Тогда мы вмешаемся А так, каждое национальное государство Имеет право сама решать, как собирать налоги Хоть мы там будем кучами бумаг Писать на каждый евро А цель, я так понимаю, была так Чтобы ни один цент мимо государства не прошел, да? Вот это тоже, что госконтроль указал Что, в принципе, мы так Цель, почему реформа кассовых аппаратов И как раз такие технические решения Так и не была объявлена Объявлена была борьба с теневой экономикой Но, если так, грубо говоря Кто не пробивал чек Он и теперь может не пробивать Кто делал параллельную систему Кассовых систем И теперь может это делать То, что мы всегда говорили Что надо больше идти на упрощение И повышение ответственности За вмешательство в кассовые аппараты Но надо сказать, что честно Что за эти пять лет Служба госдоходов и Минфин Так и не решил поднять ответственность За, так сказать, наворачивание кассовых аппаратов Что показывает какую-то двуликость С одной стороны, ты борешься С другой стороны, ты не хочешь Ужесточить наказание за нарушение Которое ты считаешь очень важным И опасным для бюджета Да, вот на ваш взгляд Дальше, как следовало бы решать Вообще эту проблему Мы уже встречались и с прошлым министром И с этими И объяснили, что есть Теперь с господин Рейерсом Вы уже свидетели Да Но господин Рейерс еще не вник в проблему Да Да, он про НДС больше высказался Да, это правда Популярное высказывание Да Лучше сниженный НДС в ресторане Чем на овощи и фрукты Это мы чуть попозже Мы считаем, что так как в других странах Надо определить предел сертификации И как часто надо И какие изменения надо сертифицировать У нас есть практика в всех странах Европы Что там, где вообще есть сертификация фискальных блоков Что сертифицируется только фискальный блок У нас так сложно получается потому, что служба госдоходов хочет сертифицировать не только фискальный блок Но все действия, начиная условно с начала покупки Вот скажем, учреждениям здоровья повезло тем, что И мы разрешили, их вывели из этой реформы Но скажем, на примере могу показать Вот вы пришли в поликлинику Так Открыли вашу карточку учета У вас уже начинается формирование чека И вы должны сертифицировать все Начиная с регистрации клиента Потом, в заканчивании, когда он оплачивает за услугу Или снимаются деньги с карточки обеспечения страхования вашего здоровья И поэтому и есть такое, что у нас три года прошли 50% только сертифицированы Тем более, что надо понять, что мы вводим технологию, которой 12 лет Я думаю, можем радиослушателям спросить Кто еще имеет телефон, скажет, 12-летней давности И я думаю, что таких ответов, возможно, вообще не будет Но вот это показывает то, что система должна быть упрощена Так, чтобы и государство было довольно учетом И, с другой стороны, чтобы предприниматель и в результате покупатель не страдал Потому что если у нас внедрение новых правил на один магазин стоит до 10 тысяч евро Так это все вкладывается в цену потом Вот такая основная проблема К сожалению, пока мы после вот этого опубликованного мнения госконтроля Мы не видим желания на диалог Скорее, такое чувство, что соответствующий ресорт воспринял это как обиду И что будет, наверное, такое противостояние против этого Ну, посмотрим, еще окончательное слово службы госдоходов я не слышал Надеюсь, что найдем, так сказать, сближение Я так понимаю, что вообще так, чтобы радиослушателям было наглядно Не знаю, взяли ли вы с собой эти цифры Или, может быть, помните из головы Я так понимаю, что вот те фирмы, те торговцы, которые входят в вашу ассоциацию Наверное, за год очень большие суммы перечисляют бюджет в виде налогов, да? Да, огромные Ну, считаем, что мы за год делаем Десятки миллионов, да? Больше У нас, ну, наша ассоциация за год делает полтора миллиарда оборота Из этого считаем, что где-то, ну, наверное, полмиллиарда, наверное, уходит на налоги Полтора миллиарда оборота для Латвии – это фантастические деньги, да? Ну, в принципе, мы объединяем всех, исключая Рим и Нарваса пока, да Так что, ну... Получается, что и сеть максимум тоже входит, как бы, да? Ну, да, мы сотрудничаем с теми значительными игроками Если скандинавы считают, что они... У них свой клуб игры, тогда они играют отдельно Да Вот как вам все-таки кажется, я понимаю, что эта тема такая весьма, наверное, болезненная Но, тем не менее, вообще государство или правительство вообще понимает, насколько для Латвии, ну, страны, у которой, может быть, производственный сектор не столь развит Торговля является, ну, не знаю, одним из ключевых вообще двигателей экономики, народного хозяйства Я думаю, что, как сказать, я думаю, что нет, если по сути, тогда нет, потому что посмотрим на ту же самую Эстонию, когда надо депозит вводить, нам показывают пример Эстонии Когда надо упростить систему кассовых аппаратов, тогда почему-то забывают, что в Эстонии кассовый чек не является фискальным документом для налогообложения Там просто идет отчетность по доходам То есть там в этом плане больше системы Там вообще нет требований кассовым Ну, то есть там кассовый аппарат существует только как инструмент, чтобы пробить покупателю чек, который служит гарантией или для списания своих расходов, но не является отчетным документом Или гарантия, не знаю, на товар два года Ну да, я это говорю, да, гарантия на товар или расчетный документ, если вы покупку вкладываете в расходы предприятия или отчитываете же какие-нибудь Индивидиальные предприниматели как своими расходами, да Поэтому, конечно, это показывает и иллюстрирует И, к сожалению, город Рига это не понимает Мы уже давно говорили о том, что надо, так сказать, уравновешивать торговлю в Риге И наше предложение было, что улицу Барона развивать как торгово-развлекательный комплекс Были же такие идеи, да? Да, мы представляли в Думе города и было положительное решение Но, к сожалению, этот проект реальной поддержки не получает А чтобы что-то произошло в городе, все-таки надо реальное решение И надо развивать это Потому что улица Барона, во-первых, это самая длинная торговая улица в Прибалтике Это хороший рекламный аргумент для того, чтобы люди приезжали сюда Там есть и большой выбор магазинов, большой выбор общепита И тоже есть много развлекательных заведений Уже сейчас Музеи, театры есть, концертный зал И тоже она лучше логически начинается от вокзала старого города Где есть большие торговые центры Орига и Рижский универмаг Забыл новое название Галерея-центр И заканчивается, в принципе, на доме неусловно Когда там сделают через 10 лет мостик пешеходный через железную дорогу Тогда она нормально там и закончится Ну, может быть, самоуправление, я как бы так предполагаю Не рискнуло вот эту идею реализовать сейчас Опасаясь, что все-таки не будет такого количества желающих торговцев Арендовать помещение Я почему говорю Если мы сейчас пройдем Вот, не знаю, вы помните, что в свое время было Чака, Мария, Сбривибас Как они жили Сколько там было маленьких магазинчиков Да Сейчас мы идем И за это все доздают в аренду и пусто Вот это и та проблема, что если государство решило бы поддержать И развить эту улицу как туристическое торговое Тогда, конечно, и людям было бы там интересно торговать Тем более, что мы архитектонически Она самая интересная улица И она была так же устроена Широкая и самый большой процент Где в нижних этажах помещения пригодны для магазинов и ресторанов Да Не во всех улицах такое есть И плюс то, что очень удобный транспорт Там идет и трамвай И на двух соседних улицах идут автобусы и троллейбусы То есть люди могут без проблем там приехать И даже там есть и парковки муниципальные Да, парковки на соседних улицах можно парковать И пошли гулять, покупать, да И трамвайные улицы очень популярны как закупочные Это и Базель у нас, это и не Мюнхена Мне кажется, нет, в Мюнхене нет В Мюнхене, по-моему, нет Да, в Бремен И ряд целых городов В Стамбул И ряд городов, где эта практика есть И где это не создает никакие проблемы И на трамвае это тоже не отражается Мы посчитали, что если трамвай в этом куске Едет на рекомендованные для безопасности скорости Если я правильно помню, 25 или 28 км в час Это тратится только 5 минут дополнительно На этот кусок Что, конечно, не влияет на передвижение людей На работы обратно Поэтому мы считаем, что все-таки Надо торговлю использовать Как дополнительный аргумент получения доходов Это развивает туристику Тем более, что надо признать Что соседи наши уже признают Что в Латвии предложение товаров Намного лучше, чем в Эстонии и в Литве И к нам приезжают закупаться А не в Вильнюсе или Таллинн И надо этим пользоваться Это правда Вы упомянули такое слово Для многих, может быть, такое не очень понятное До конца депозит Да, вот поясните, что сейчас вообще происходит Вот с этим депозитом Сейчас происходит, скажем так Я бы это назвал большое лоббирование Скандинавских ферм Которые производят аппараты для сбора тары Чтобы из нашей страны Выкачать примерно 70 миллионов евро И вкинуть их в заводы Которые производят депозитные аппараты В Скандинавии То есть это что, сбок такой вот этих бутылок и балет Вернемся, ну давайте с переводом политическим документам Европейская комиссия в прошлом году Приняла стратегию борьбы с пластиком В эту стратегию включается то, что мы уже отказались от пластиковых бесплатных мешочков Идет вообще вопрос о запрете Одноразовые пластиковые посуды, упаковки и так далее Возможные от пластиковых Как и кульков мы откажемся Скажем, в Италии в магазинах выдается только бумажные кульки Но там погода немножко другая Не такая влажная И плюс еще принято решение Что будет разработана стратегия общая Ограничение пластика в жизни То есть на сегодня мы даже не знаем Будет ли через 2-3 года пластиковая бутылка И не перейдем, скажем, и в сфере напитков На, скажем, тетропак или похожая рода упаковка Которая не является пластиковой Плюс мы за эти последние годы Начали, вложили большие деньги в сортировку мусора Конечно, Рига отстает И это очень плохой пример для всех Что в Риге нет нормальной возможности сортировки отходов Ну, это с чем связано не буду комментировать Я думаю, каждый сам понимает Что там, где большие деньги Иногда люди не справляются с алчностью И затягивается решение Потому что не знаешь, как заработать на процессе Который крутит огромные миллионы И поэтому Рига отстает Но там, насколько я понимаю, в течение года Должно быть наведено все в порядке И на сегодня сортировка мусора настолько эффективна Что, в принципе, все рассортировается Наши технологии такие, что ничего лишнего не остается Поэтому внедрение на сегодня депозита на часть пластика Это в пять раз дороже Это будет каждого жителя Латвии стоить 50 евро Только за внедрение системы Плюс еще будут ежегодные затраты И плюс еще неизвестно Будет ли эта система существовать Когда Европейская комиссия решит о новой стратегии К отношению пластиковой упаковки Которая, ну как мы знаем, что комиссия создаст новое только в конце года И реально начнет работу только с 2020 года Поэтому и последние 10 лет Ни одна страна, кроме Литвы, не вела депозит И все выглядит так, что лоббирование вот этих заводов Которые производят депозитные аппараты Которые мы больше никому не нужны Потому что кроме Литвы новых клиентов не было И сейчас вот нужно фабрикам найти новых клиентов Вот представляете, был семинар На котором рассказывали Как собирают депозит в Норвегии Как собирают депозит в Литве Как собирают в Эстонии Как будем собирать в Латвии И сидят три посла скандинавских стран И внимательно слушают эту всю теорию Ну, я первый раз видел, что столько послов участвовало на местном мероприятии И во-вторых, послы никогда не тратят время на такое Неконструктивные беседы Это просто было открытое лоббирование конкретных продаж Чтобы выкачать из нас деньги И дать заказ соседнему государству И поэтому все остальное Это такое прикрытие Лишь вот этого, скажем так Раскрадывание государства При международной поддержке Определенных кругов Да, об этой теме и может быть о других Я об тех изменениях Вот торговли табаком и сигаретами Очень таких интересных, неоднозначных Которые были приняты Поговорю о второй части Небольшая пауза новостей рекламы Хенрик Данисеевич, глава Ассоциации торговцев Латвии у нас в студии Не переключайтесь Хенрик Данисеевич у нас в студии Еще раз добрый день Такой вопрос хотел вам задать Наверное, вы часто это слышите от людей Которые, которые, может быть, далеки от торговли Но им просто интересно Как выживают сейчас небольшие магазины Что касается торговых сетей Там все понятно Они расширяются Вот мы знаем, что сейчас открылся торговый центр Акрополис Открывается И там будет большая максима Я думаю, другие магазины Что касается маленьких магазинов Для многих это такой вопрос традиции Вот там возле дома мой магазин любимый Вот как сейчас выживают Такие вот небольшие магазинчики Или такие небольшие сети Там два-три магазина Знаете, живут Проблема только в том Что государство слишком много придумывает Разных репрессивных административных требований Которые заставляют некоторых малых уйти Потому что когда тебе, скажем, говорят Вот, купи новый кассовый аппарат за тысячу Потом вот купи автомат депозитный Знаете, сколько стоит депозитный автомат, кстати? А сколько? 26 тысяч Ну для маленького магазина, которого Оборот месяц может быть стоп Куда 26 тысяч? А если у меня нету Значит он пойдет сдавать бутылки к соседу А депозитные автоматы Чтобы люди тоже знали Они не выдают деньги Они выдают талон на отоваривание И, соответственно, если у меня не стоит аппарат А у соседа стоит Значит дополнительный доход От сдачи бутылок уйдет к соседу То есть все будут вынуждены их поставить Или опять потеряют Вот как вы говорите Оборот И придется им закрыться То есть это такой Очень жесткий метод Вот эти шкафы Орлова Мы о них в журнале писали Да Ну вот так выглядит рабочее место Ну господин Лов посмотрел Наверное, это Минск Это все равно табак видно Я не понимаю в чем там отличие И здесь Вот у нее сейчас подавщица Ящик здесь Ящик здесь Она должна нагибаться Вытягиваться Плюс когда ящик открыт Если что-то происходит Ей сложно выбраться из рабочего места Плюс то, что Каждое это устройство Вот у нас один магазин Заблаговременно Ну перестраивался Новый магазин Поставил себе такое уже устройство Если что Чтобы он мог бы работать Три тысячи евро Это такой ящик закрытый Условно говоря Ну да То, что Соответственно Тем правилам Которые хотят Пробивать сейчас Господин Орлов И надо сказать, что Мне немножко непонятно Есть другие решения Которые ограничивают табака И не требуют изменения технологий Это первое Есть наша инициатива В Монобал САВ О том, чтобы запретить курение В общественных местах Это почему-то Депутаты боятся Принять такое решение А изменить торговую технологию Которая стоит И при том Хорошо Я говорю Внедряйте Но тогда Примите дополнительное решение Что из акцизного налога Торговцу компенсируют Внедрение новых технологий Дайте, скажем Каждому магазину Условно Пятьсот евро На внедрение Это Ну, конечно То есть фактически Это требование будет И к маленьким магазинчикам тоже Конечно Все должны будут закрыть Вот эти вот Стеллажи Сигаретами То есть я не против Хотите, делайте Но тогда скажите Что вот мы вам компенсируем это Есть Мы идем на это Заставляем вас покупать Новое Торговое оборудование Хорошо Компенсируйте Я не против Плюс еще я сказал Нам два требования Первый Компенсируйте Торговое оборудование Хотя бы Частично Во-вторых Один курс для продавцов По снижению Дополнительных Эргономических рисков И все То есть мы не против внедрения Но если ты нагружаешь торговлю Дополнительными расходами Ну тогда ты должен И придумать Как компенсировать Нет Тогда это все идет На продажу На цену продажи Молока, хлеба И так далее Потому что Сами законодатели Приняли ограничение На ценки На сигареты Она составляет 5-10% То есть больше нельзя Больше нельзя Я даже Если я хочу продать Скажем Мне за 3,5 За 5 евро Мне нельзя Это нарушение закона Мне кажется Это абсурдно Конечно абсурдно У нас средняя наценка В магазине 30% Потому что зарплата Составляет более 50% наценки Да Получается Что я должен Датировать С молока И хлеба И с остального Внедрение Вот этих торговых технологий То есть в принципе Депутат говорит так А давайте пусть Некурящие Заплатят за то Что мы Хотим Утруднить Покупку Для курящих Это интересно Ну вот А что касается Действительно Хорошо Вот эти ящики Мы понимаем Что те кто курит Видимо продолжат Это делать Им надо будет сигареты А как они должны будут Не знаю Объяснять на пальцах Какой сигареты им надо Будет список Но по жизни В Минске Происходит так Подходит там Он или говорит Есть там Голубой Там скажем Условно говоря Голубая палочка Есть Говорит нет Ну а что у вас есть И тогда начинается У нас есть Это это То есть сама Подавщица Долгие перечисляет Да По проверенным данным Обслуживание покупателя Удлиняется Пять раз А у нас И так не хватает Рабочей силы То есть дополнительно К тому что Мне надо будет Платить за это Мне еще Надо будет Больше затрачивать Рабочие силы На обслуживание Покупателя При продаже сигарет А все таки Тридцать процентов Людей это курящие Нравится нам это Или нет Да И поэтому Мы считали И когда была Скажем Дискуссия Предвыборная С партиями Всеми Которые входят в парламент Все сказали Да Не надо такое вводить Найдем другие решения А когда началось обсуждение Никто даже не посмотрел На шестьсот писем От малых торговцев Даже Извините Наплевали на это Даже не хотели Посмотреть на них А может Все закончится тем Ну к примеру Как один из вариантов Что какие-то магазины Ну понятно Что это вряд ли Будет сетевые Какие-то магазины С каждым Вообще не будем торговать Сигаретами Потому что продажа Сокращается Нет Потому что это Тридцать процентов Оборота Если я куряю Ну тридцать процентов Людей курят Да Он идет в магазин Он не будет Вот в этом магазине Куплю это А за сигаретами Пойду в соседние Конечно Ему нужно предложить За хлебом один магазин За молоком другой Да Ну конечно Есть люди Которые смотрят по ценам Но они ходят Не потому что Ну потому что Они выискивают Дешевые товары Вот это куплю Там по акции Там Это там Это там Но это не значит Что я базовую покупку Буду делать в другом магазине Как вы вообще прогнозируете Не знаю Перспективы Ну выживания Или развития рынков Как таковых Мы знаем Что и в Риге Большие изменения происходят Перестраивается Там агентскаловский рынок И так далее Сезонные есть рыночки Как вы на это смотрите Конечно Торговля упорядочится И модернизируется К сожалению И глобализируется Вот Лидл к нам зайдет Да Взойдут новые технологии Которые в торговле вводятся Но к сожалению Это могут в основном Позволить Только крупные Торговые сети Потому что Ну скажем То же самое Обслуживание Беспродавца То что есть В небольших сетях Может позволиться Магазин Только тогда Если у него Минимум 5 Кассовых мест Но в малых магазинах В основном Два Кассовые места И поэтому Внедрение Автоматизации Я знаю Есть там Где вообще одно Это сразу Это расходы Намного выше Чем содержат Продавца Поэтому А государство И уже не хочет Помогать И такое Отношение Типа А зачем нам Местные предприниматели Но это видно Во всем Я даже не знаю Отрасли Кроме сельского хозяйства Где лоббировался бы Местный предприниматель Это вообще удивительно Что люди Которые в принципе Здесь местные Платят здесь налоги И создают здесь Рабочие места Для своих же жителей Потому что депозиты Посмотрите Как норвежский завод Хочет продать Свои аппараты Так сразу И найдутся послы Которые соберутся И пойдут там В парламент И сегодня было слушание Как классно Собирать в Эстонии Бутылки Потом еще Меня сегодня Предложили Через 15 минут Министерство То же самое Выслушает Как классно В Эстонии Собирать бутылки Но мы знаем Что это дорого И что там Ничего классного нет Потому что Это удар по маленькому Это дополнительные Расходы при сборе И еще ведь Одна вещь Мы научили В школе Как собирать Пластмассовую бутылку И что мы научили Взять ее Смять Смять И выбросить А сейчас что будет Если захотят Вести депозит Тогда скажут А вот Ты сейчас должен Каждую бутылку Оценить Это депозит Или нет Если депозит Не дай бог Ты даже Хоть случайно Заденешь Эту наклейку То есть это не то Что мы помним По советскому времени Сдача тары Нет Там должно быть Сохранено Минимум Вот эта штучка Которая является Для считывания Кода А то что Не является депозит Это надо Сжать И получается Что у людей Еще дополнительная Нагрузка Умственность Пришел Вечером Боже Эту бутылку Направо И не налево Знаете Как в анекдоте Спрашивали Ты умный Или красивый Да И ты уже не знаешь Куда деться Куда деться Куда деться Красивый Вот так и здесь Да И здесь то же самое В этот ящик Или в другой ящик Да Поэтому И вот вся Дискуссия сейчас Идет не Как убрать Пластик С природы И отсюда Но просто Ведем депозитную Систему Это же может работать Идем Идем И даже Нету дискуссии Хорошо Это не хорошо Даже До сих пор Не посчитало Министерство Какой экономический эффект Мы посчитали Мы знаем А там молчат Я знаю Что ваша ассоциация Так Чтобы не все было Так вот Пессимистически Есть и оптимистически Я так понимаю У вас новости Вы все таки Я знаю Что как-то Пощаете Хороших торговцев Да Да К сожалению У нас в стране Как-то Торговлю Не хотят воспринять Мы уже Лет пять Обращаемся В парламент С просьбой Чтобы ввели бы День Не свободный день А просто Как это Отмечаемый день Вели бы торговцев У нас 140 тысяч Работающих 140 тысяч Да А есть разным Маленьким профессиям Даже 5 тысяч Которые им есть А для торговли Так и не хотят Ввести И то же самое С награждением У нас нету Ни коммин Там есть По искусству Образованию Да Там что-то Мы вот Обратились к президенту Хотя бы Может быть Президент Вел бы Ну пока Ждем ответа Надеюсь Что будет Положительный Поэтому мы Сами награждаем Раз в год У нас есть Смотр на лучшие Торговые предприятия Потом мы Награждаем Тоже лучших Торговцев Которые выдвигают Предприятия И вот сейчас Была большая Шумная конференция 5 лет внедрения Евро Там никому Спасибо не сказали Хотя мы вынесли Очень большую Нагрузку И мы решили Сами Давайте Наградим Тех людей Которые Участвовали В внедрении Евро Больше всего Договорились С Госбанком Представительство Европейского Комитета Ой Европейской Комиссии И мы сделали Такое хорошее Красивое Мероприятие В Госбанке Показали музей И наградили Около 20 Представителей Торговых предприятий Которые в то время Потратили Больше всего Усилия В внедрении Евро И такое красивое Мероприятие Прошло И мне кажется Что несмотря на то Что мы живем В таком очень Денежно ориентированном Мире Все равно Надо бы Иногда И сказать спасибо Вот мы Даже пригласили Председателя Эстонской Торговой ассоции Которая нас Тогда сопровождала При внедрении И тоже ее наградила Она сказала Что она Не ожидала Что Кто-то вообще Спасибо скажет А тут еще Из соседней страны Потому что В Эстонии К сожалению Такое же отношение Власти И к торговле Что Есть Много общего Да Вот что касается В самом начале Вы упомянули Вот что касается ПВН Или НДС Мы знаем Что Было понижено НДС На овощи Фрукты И вот Министр финансов Высказался Что лучше Действительно Снизить НДС На ресторан Хотя мы знаем Что в большинстве Европейских стран Как раз Ресторан Ну считается Эксклюзив Там как раз Наоборот Повышенная НДС А на основные Продукты питания Как раз Пониженная Философски Можно сказать Так Если ты можешь Позволить себе Крутой ресторан Потому что В основном Министр Его продвигают Рестораны Старого города Тогда Ну Ты можешь заплатить И ПВН Да Ты можешь заплатить И нормальную цену То что мы считаем Что надо снизить НДС Обязательно Для Общественного питания Образовательных Учреждений Или то что Скажем Столовый Такого типа Они же тоже Платят По полной Платой Мы видим Цель Этого НДС И не то что Как Вот ассоциация ресторанов Говорит так Вы снизите нам НДС Мы выйдем из темной зоны А мы считаем Что надо Снизить НДС Для того Чтобы Уменьшились бы Затраты На общественное питание В основном Вот в этих Учебных заведениях И второе конечно Чтобы Люди Которые на сегодня Не могут позволиться На бизнес ланч Чтобы они все таки Могли бы позволить Себе бизнес ланч Но В Европе Все таки Могут себе позволить Большинство В рабочую столовую В рабочую столовую Сходить В том же Европейском комитете Где Я участвую У нас там второе Стоит Четыре евро Плюс там вино Евро пятьдесят Ну это Брюсселье даже Это Брюсселье Да И поэтому Я думаю Что надо дать Возможность У нас не всюду Ты можешь за четыре евро Перекусить Да Тем более Что вкусно Вкусно Да Но тоже кормят Сетевой Сетевой Общепит Да Поэтому мы поддерживаем Что надо было бы снизить Но как раз С такой мыслью Чтобы И это Выгода тоже Самоуправления Потому что мы сегодня знаем Что на питание Доплачивается Если там будет снижена НДС Да И легче будет И можно будет Больше детей покормить И тоже будет Более качественно Потому что сегодня Там минимальная сумма Которую государство Планирует Евро Сейси Сорок Нельзя сделать Нормальный обед Чтобы он был бы здоровый Для ребенка И поэтому Государство с одной стороны Зажимает какие-то нормы Которые невыполнимы Так же как был перебор Извините Что там соль Сразу 10 раз Уменьшили Но человек должен Перейти к этому Вкусовому качеству Конечно Они так сделали Огоизм-то привык И дети не едят Просто И то же самое Было с молоком Но мы вообще считаем Что надо Больше дать Инициативы Самим общепитовцам Потому что работая Постоянно в столовой Школьной Ты понимаешь Что ребенок съест Что нет И как перейти нормально Уже никаких исследований Не надо Уже видно Что на тарелке остается Если он эту булочку Ну вот скажем У нас один из хлебопроизводителей Предлагает делать Вот эти Как называть Не кексики А современное название Маффины Маффины, да Хотя бы возьми с собой Потом съешь вечером Или отдашь маме Мама с удовольствием съест Ну хочешь Чтобы была польза От тех денег Потому что Когда все остается на тарелке Мы же видим Все это выбрасывается Потому что То что осталось Я не могу второй раз Пустить в оборот Нет И это все То что мы говорим С министерством Скажем сейчас О отходах Ну скажем О использовании продуктов У которых закончился Срок годности Это наверное Отдельная тема Да Смешная тема Если будет возможность Расскажу Суть предложения И почему мы Не поддерживаем Да Может быть такой Последний вопрос Вот В контексте Того же НДС Мы знаем Что время от времени Оппозиция Кстати сейчас тоже Когда бюджет обсуждается Предложили все таки Снизить НДС На основные продукты питания То есть пойти дальше Не только овощи и фрукты Но и хлеб Масло Молоко Это в принципе Основной рацион людей Скажем так С минимальными доходами У нас таких очень много К сожалению Это дискуссия 15 летней давности Мы тогда Определились С министерством земледелия И министерством здоровья Список продуктов Которые здоровы Для питания На которых Надо было бы Снизить НДС Там было овощи Фрукты На которые На сегодня снижены Но плюс Мы считали Что рыба И тому подобное Молочные продукты Свежий мясо Да Конечно не надо На конфеты Кондитерку На красную икру Тоже можно Не снижать Да тоже можно Красную икру Кто хочет Купит Сколько там стоит Пару Но что Есть продукты На которые Надо было бы Снизить НДС И вот все эти Рассказы Что там Вы же там Больше не продадите Это даст человеку Возможность Все таки Тот который не может Купить каждую неделю Килограмм мандаринов Условно Но мандарины не являются Сниженным НДС Условно Скажем Редиску Да Он сможет чаще купить И второе Он сможет купить Продукт более хорошего качества Это только на пользу здоровью Тем более что Какой финансовый эффект Государство Сейчас давит Всем на мозги Что надо Есть биоэко И тому подобное А человек У него малые доходы Он чувствуется Еще более обиженный Он не может купить Стандартные продукты Ему говорят Ты вот это стандарт Не ешь Ешь биоэко Это то же самое Что например С лекарствами То что Нельзя купить Порционно лекарства Надо купить Сразу всю порцию Да Надо 50 таблеток покупай Только потому что Чиновнику сложно В программе Сделать изменения Чтобы человек Мог бы купить Порционно Но такие Что к сожалению До выборов Люди больше думают О избирателях И открытые дискуссии Как это сделать Когда уже люди У власти Начинаются Вот как один депутат По депозиту Говорят А мне все равно Что все думают Я считаю Что надо так И там не аргумент Нету ничего Он так считает Это серьезно Да Что все машины Должны быть зелеными Давайте примем указ Что все должны быть зелеными Мне нравится этот цвет А почему А я так хочу И вот еще 5 человек Тоже считают Что это красиво И так надо Но в любом случае Даже Ведь в парламенте Приняли решение Что создали Аналитический отдел Но сейчас Не только Аналитику не требуют Но и дискуссии Исключили в парламенте Да Кстати говоря Интересно Чем же тогда Аналитический отдел занимается Что он анализирует Если уже решение принимается И серия А я так хочу Тогда наверное Уже скоро будет так Что аналитический отдел Будет делать данные Под я хочу Я хочу Чтобы было зелено Аналитический отдел Подготовьте пожалуйста Справку Что это действительно хорошо Ну Можно потасовать Вот так вот Время фил У нас быстро Подошло к концу Ну что Я так понимаю В мае Вы нам обязательно Расскажете О товаре года Да Да конечно Мы каждый год Делаем обследование Думаю Люди уже знают Накряечку Товар года Самый популярный Любимый Вами товар Кстати Если вы что-то Любите Пишите нам Мы этот товар Отметим Ну что ж Замечательно Хеннерик Новисеевич У нас был в студии Большое спасибо